Приветствую вас, любители кино! Фильмы, которые стали национальным достоянием нашей страны, хоть и созданные более 70 лет назад, но и сегодня дадут форм многим современным картинам. Сегодня в нашем обзоре три потрясающие комедии, которые учат зрителя разумному, доброму, вечному, а заодно и заряжают положительными эмоциями. Дорогие друзья, спешим сообщить вам хорошую новость. С 3 августа возобновились долгожданные кинопоказы в Ретро-кинотеатре Майске. В честь этого события мы разыграем пригласительные билеты на наши кинопоказы. Их смогут получить три счастливчика, первыми ответившие на наши вопросы в конце выпуска. Картина «Веселые ребята» режиссера Григория Александрова вышла на экраны в 1934 году. Это первая музыкальная комедия, снятая в СССР. Для многих зрителей фильм об уморительных приключениях пастуха-музыканта Кости Потехина и по сей день остается самым любимым. Посмотрев картину, вы окунетесь в атмосферу доброго юмора и получите искреннее удовольствие от хорошей музыки и неподражаемого голоса Леонида Утесова. А в фильме, кроме Утесова, также снимались Любовь Орлова, Мария Стрелкова, Федор Курихин и Елена Тяпкина. А знаете ли вы, что картина «Веселые ребята» демонстрировалась за границей под названием «Москва смеется»? Премьера состоялась в Финляндии 9 декабря 1934 года, а режиссерская работа Александрова была отмечена призом Венецианского фестиваля. Фильм «Сердца четырех» режиссера Константина Юдина был снят в 1941 году, а вышел на экраны только в 1945. И все потому, что руководство страны посчитало его очень легкомысленным для тяжелого военного времени. Зато после войны зрители, истосковавшиеся по положительным эмоциям, приняли картину на ура. В центре сюжета романтические переживания сестер Мурашовых, доцента математики Галины и легкомысленной студентки Шурочки. В фильме снимались Валентина Серова, Евгений Самойлов, Людмила Целиковская. Знаете ли вы, что фильм «Сердца четырех» в год выхода в прокат посмотрели почти 20 миллионов зрителей? Музыкальная комедия Ивана Пырьева «Свинарка и пастух», созданная в 1941 году, тоже о чувствах. Картина трогательна и романтична рассказывает историю любви Валагодской свинарки Глаши и дагестанского пастуха Мусаиба, на пути которых встает коварный конюх Кузьма. Действие разворачивается на фоне ударного социалистического быта, сопровождается душевными песнями и яркими эпизодами из жизни влюбленных. В главных ролях снимались Владимир Зельдин, Марина Ладынина, Николай Крючков. А знаете ли вы, что для Владимира Зельдина роль пастуха Мусаиба была первой значимой ролью в кино? Сегодня мы познакомились с комедиями, которые являются национальным достоянием. А теперь вопросы для самых быстрых и внимательных зрителей, которые хотят получить пригласительные билеты в кино. Первый вопрос. Кто снялся в роли пастуха Кости Потехина в картине «Веселые ребята»? Второй вопрос. В каком году вышел на экраны фильм «Сердца четырех»? Третий вопрос. Где познакомились Глаша и Мусаиб из фильма «Свинарка и пастуха»? Пишите свои ответы в комментариях под этим видео в группе ВКонтакте «Центр развития кино». Победителя мы определим 12 августа с помощью генератора случайных чисел. А знаете ли вы, что 29 августа в объединении Центра развития культуры будет проходить интерактивная встреча с известным столичным киноведом Марией Безли? В этот же день вы сможете бесплатно посмотреть фильмы участники акции «Ночь кино 2020» и фестиваля уличного кино. А еще вас ждут сюрпризы и комплименты от наших партнеров. Следите за новостями в группе ВКонтакте «Центр развития кино». А мы с вами увидимся в следующих выпусках. До свидания, до новых встреч!